всем привет с вами давилович сегодня мы с вами будем строить рейды массивы данных рейд 0 и рейд 1 на платформе intel на платформе amd потому что у меня есть два топовых samsung 990 pro по одному терабайт каждый кстати данные ссд можно купить по хорошей привлекательной цене ссылочку оставил под этим видео благодаря вам мои зрители подписчики участники сборов мы собрали в группе вконтакте всю сумму на покупку этих двух ssd они уже разыграны после обзора поедут к своим победителям хотите также переходите в группу вк узнавайте все условия правила участвуйте и выигрываете и связи после обзоров многие многие из вас упросили меня сделать тесты в рейде на топовых ssd на тех же самых пися и 4.0 и ssd накопителя чтобы посмотреть а если какой-то от этого прирост и сегодня мы с вами это будем проверять в первую очередь начнем с моей платформе intel точно также проверим как процессорные таки чипсетные линии если между ними какая-то разница ну и конечно же попробуем все это дело запустить на платформе amd ну и в итоге сможем понять а надо ли а стоит ли а для чего вообще такие штуки делать что касается рейдов рейд 0 это у нас каждый из объемов складывается то есть были по одному терабайту общий раздел будет на 2 терабайта но в случае выхода из строя любого из данных ssd мы теряем все данные в случае рейда 1 она же зеркала все данные копируются и на этот и на этот ssd из-за этого у нас несмотря на то что используются 2 ssd объем будет как у одного ssd но в случае выхода из строя любого из данных ssd у нас данные остаются и мы сможем продолжать работать и эти данные использовать это если кратко так что давайте переходить к тестам ну что оба и связи самсунг 990 про установлены и 1 сссд установлен верхний м2 разъем работающий по процессорным пися и 4 0 линиям 2 ssd установлен через переходник в их 16 слот все у нас биосе удалось сконфигурировать поэтому сейчас мы с вами идем в управление дисками возможно для инициализации нашего рейд массива вот он у нас определяется просто как накопитель поэтому создаем простой том ntfs давайте назовем его рейд 0 ждем завершение форматирования все должно быть у нас быстро отлично супер ну и первым делом давайте конечно же запустим кристалл диск инфо посмотрим что же нас ждет здесь оба диска у нас определяются разная температура на накопителях собственно разное расположение и таким образом у нас накопителя и будут в системе кстати что касается температур давайте посмотрим что нам покажет cpd хардовый монитор на наших ssd ждем инициализации отлично сворачиваем все о рейд 0 у нас а ну это название просто а нет это у нас не название это у нас именно наш рейд массив он у нас определяется и кстати здесь у нас нету никаких температур температура у нас все именно на накопителях вот здесь ну собственно таким образом пускай это все у нас и будет но и в первую очередь давайте посмотрим а что же нам даст рейд массив нулевой собственно сложение объемов двух ssd на тесте диска вы и d64 какой график мы с вами здесь сможем увидеть на записи будет ли что-то интересное будет ли какой-то сюрприз запускаем и ждем в итоге тест у нас подходит с вами концу и мы с вами видим типичное поведение ssd накипителя samsung 990 pro причем неважно в каком объеме один либо два терабайта у нас есть примерно 12 процентов это slc кэш где у нас скорости максимально для сравнения под рукой у меня был только теста и d64 двух терабайтного 990 про но графики вы сможете увидеть что они в принципе одинаковы за исключением того что у нас скорости выросли в два раза то есть как в рамках slc кэша у нас здесь 10000 мегабайт в секунду было у нас где-то пять с половиной может быть чуть меньше и тоже касается и скоростей после заполнения slc кэша если у нас забыла там в районе 16 наверно так минимум 16 значит это в один в районе 17 то здесь мы с вами видим что у нас минимум стало 3000 мегабайт секунду грубо говоря результат есть результат у нас два раза выше результат у нас ожидаемый но что же будет дальше это еще не то что мы с вами увидим на тестах поэтому сейчас давайте попробуем выполнить оптимизацию на нашем поэтому для начала нам нужно через управление дисками инициализировать после теста и d64 наш ssd нам нужно его отформатировать так 0 мы его назовем отлично ждем завершения форматирования теперь давайте пробовать оптимизировать наш рейд 0 оптимизация у нас проходит супер от делаем паузу 15 минут запускаю все основные синтетические тесты смотрим что будет дальше и обязательно посмотрим что будет на тесте реальной записи ну а теперь давайте разбирать полученные результаты на синтетических тестах как мы с вами видим кристал диск марк линейной скорости выросли в два раза великолепно никаких вопросов но случайная 4k у нас осталось на прежнем уровне поэтому рейд 0 но это никак не связано в принципе любой рейд со случайным 4k чтением что касается ssd benchmark несмотря на высокие у нас здесь скорости в любом случае у нас результат тот же потому что данный тест в первую очередь смотрит на случайное 4k чтение в а то диск бенчмарк на мелкоблочке ничего не поменялось да на больших блоках скорость у нас выросли здесь никаких вопросов огромный бенчмарк 3d mark 4164 баллов то же самое что и на одном обычном ssd samsung 990 про ну и pc mark 10 быстрый тест 5774 балла полный тест 4176 баллов если прирост есть то он здесь незначительный но тесты тестами синтетика давайте посмотрим что же нас ждет на тесте реальной записи для этого будем копировать папочку рендер системного ssd intel opta np 1850 x и давайте посмотрим что же у нас сейчас 44 4547 но грубо говоря все тот же результат что и был до этого при копировании именно вот системного ssd именно с intel opta так как здесь у нас системное среди установлен в чипсетной линии а мы с вами копируем на процессорные но не в этом дело то есть разницы у нас здесь никакой нет профита нет и ждем снижение скорости записи из-за заполненного и салси кэша скорость у нас пока не снижается и смотрим 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 что же у нас будет на записи 3 папки блин у нас же у нас же снижение скорости произойдет вот здесь потому что у нас же объем сейчас 2 терабайта все понятно да друзья скорость у нас снижается но как вы можете увидеть скоро снизилась до 3 гигабайт секунда это вдвое скорость выше чем на одном отдельном ssd если сам вначале у нас есть ограничение проводника microsoft windows то здесь у нас у скорость снизилась из-за заполнения слси кэша но так как у нас сейчас запись идет одновременно и на тот и на другой ssd скорость у нас сейчас вдвое выше чем это мы с вами видели на обычном ssd дальше заполнять ssd не вижу никакого смысла заполнять наш рейт из двух ssd поэтому отменяем поэтому удаляем в принципе можно было даже данные не удалять и теперь поставим рейт один точно также на процессорных линиях пися экспресс что что это сделано давайте разбирать результаты и здесь мы с вами не видим ничего необычного типичного поведения ssd samsung 990 про когда он установлен один но у нас и так сейчас грубо говоря он один потому что информация дублируется и на 1 и на 2 поэтому у нас и такой график который как вы можете видеть да действительно два раза ниже чем в рейде 0 но смотрим что у нас получилось синтетики чтение выросло тут все логично запись осталось как на одном ssd ну и случайное 4k чтение тоже отсюда у нас невысокое значение в ssd benchmark в а то диск бенчмарк вообще какая-то билиберда непонятная до чтение у нас возрастает запись держится все как положено здесь результат тоже ожидаем в 3d mark 3032 балла меньше чем даже на одном ssd и вот это вот очень интересно но и pc mark 10 на быстром тесте 4660 баллов на полном тесте 3091 ниже чем в нулевом рейде как ни крути но давайте свернем всю нашу синтетику и точно также на наш рейд один скопируем папочку рендер объем 100 гигабайт и здесь мы с вами видим что slc кэш у нас не освободился потому что команда trim у нас не работает к сожалению она рейде первом и у нас просто за 15 минут slc кэш не успел очиститься в самом начале мы видели там четыре с половиной гигабайта в секунду да все это у нас как на обычном как на одном ssd 1,3 гигабайта в секунду все предсказуемо а а а а а Продолжение следует... 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 Практика, процессорной чипсетной линии разницы у нас здесь нет. В RAID SSD показывает себя, грубо говоря, одинаково. У нас есть двукратный прирост по чтению, у нас есть двукратный прирост по записи, а вот случайное 4K у нас осталось неизменным, что, собственно, и стоило ожидать. А значит, RAID никак не ускорит работу операционной системы и различных утилит. При этом в SSD Benchmark, в итоге с Benchmark мы с вами видим результат как у одного SSD, то же самое касается 3D Mark и PC Mark 10. Но если мы переходим к тесту на реальную скорость записи, у нас 4,5-4,7 гигабайта в секунду, реальная скорость записи при копировании с Intel Optane на наш RAID массив, в принципе, как и на обычной SSD, как показалось о практике, и эту тему нужно еще проработать, и я, наверное, даже сниму отдельное видео про это, где какие скорости бывают при копировании на процессорной, на чипсетной линии и так далее. Но после заполнения с LC-кэша у нас скорость снижается. Но снижается она не так, как на одном SSD, там до 1,3-1,5 гигабайта в секунду, а до трех. То есть профит по реальной записи после заполнения с LC-кэша при использовании RAID нулевого у нас есть. Вот только в этом, собственно, мы и видим этот профит, потому что у нас ограничения проводника Windows не дают нам увидеть скорость выше 4,7 гигабайта в секунду. Что касается RAID первого, здесь у нас ожидаемо выше будет только чтение, причем даже ниже, чем в RAID нулевом. Скорость записи у нас остается как у одного SSD, случайное 4K чтение тоже. Но на тестах AHS SSD Benchmark результат пониже, чем даже на одном SSD. VATO Disk Benchmark также, и также чуть ниже результаты, чем на одном SSD в 3D Mark и PC Mark 10. Но на тесте реальной записи у нас с вами 4,5 гигабайта в секунду до заполнения с LC-кэша. В принципе, все нормально, но после у нас скорость снижается до 1,3 гигабайта в секунду, как на одном, грубо говоря, SSD. Да, здесь все ожидаемо. И прирост у нас здесь только по чтению, но при этом у нас есть отказоустойчивость. В случае выхода из строя одного из SSD, все данные мы с вами сохраним на другом. Когда в нулевом рейде, к сожалению, мы все с вами потеряем. Ну и подводя итог по данной теме, да, у нас есть повышение скоростей в Crystal Disk Mark на нулевом рейде. Но при этом зачем использовать два SSD, когда можно купить SSD большего объема, например, на 2 терабайта вместо двух по одному, и кайфовать. Потому что в любом случае при реальном использовании никакой разницы мы с вами не заметим. Случайное 4К чтение у нас остается таким же, а тесты реальной записи у нас ограничены проводником Windows. Что касается рейда первого, ну здесь вообще зачем тратить два SSD для отказоустойчивости, когда можно делать бэкапы на какой-нибудь внешний накопитель, на котором можно сэкономить и так далее. И вот вам тоже отказоустойчивость, пожалуйста. Так что на сегодняшний момент я не вижу никакого смысла в обычном домашнем ПК сделать рейд 0 или рейд 1 из двух SSD, когда можно просто купить один нужного объема и пользоваться, и кайфовать. В любом случае вся производительность у вас упрется либо в проводник Windows, либо в случайное 4К чтение. Очень интересно почитать будут ваши комментарии, что вы думаете по этому поводу. Ну а рейд на процессорных линиях, либо на чипсетных линиях, разницы нет никакой. Лучше даже, наверное, использовать линии чипсетные, если вы вдруг захотите поставить рейд, чтобы процессорные линии шли на видеокарту, и у вас не было никаких там потерь по количеству линий, идущих на видеокарту, а соответственно не было потерь по производительности графики. Вот такое вот видео сегодня получилось, надеюсь вам понравилось. Ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал, если вы этого до сих пор не сделали, чтобы такие видео выходили чаще. Ну и увидимся на новых обзорах. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok